В последнее время в органы внутренних дел Адыгеи участились сообщения об исчезновении граждан, выходящих в лесные массивы на сбор грибов. Традиционно большинство таких фактов зарегистрировано на территории Майкопского района. Накануне в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве заблудились две майкопчанки. Чуть позднее в этом же лесу потерялся 58-летний мужчина. Для розыска грибников было создано несколько поисковых групп и налажено взаимодействие с представителями Республиканского управления МЧС России. Пока пешие группы прочесывали лес, коллеги использовали сигналы и сирены спецавтомобилей. Оперативность и хорошее знание местности позволили завершить поисковую операцию в кратчайшие сроки. Уже вскоре был найден сначала мужчина, а после и обе женщины. На территории республики завершились масштабные тактико-специальные учения. При их проведении правоохранители отрабатывали элементы задержания вооруженных преступников. По легенде учений рано утром поступила информация о том, что в горно-лесистой местности на территории Майкопского района замечена группа вооруженных людей на лошадях. Для проверки этих сведений в указанное место был направлен наряд полиции, который подвергся нападению. В связи с этим оперативный штаб в Республике Адге немедленно приступил к проведению контртеррористической операции. После подготовки мобильные группы выдвинулись в район предполагаемого местонахождения участников бандгруппы для их блокирования и задержания. При этом условия проведения учений были максимально приближены к реальным. Этому как нельзя лучше способствовала и погода с туманом, ливневыми, дождями и усилением ветра. Подводя итоги учения, его руководители отметили, что, несмотря на все трудности, силы и средства группировки оперативного штаба в Республике Адге в полном объеме выполнили поставленные перед ними задачи. С 1 сентября 2016 года вступил в силу новый административный регламент МВД России, разъясняющий алгоритм сдачи экзаменов кандидатами в водители. Каких нормативов коснулись изменения и как курсанты автошкол теперь сдают экзамены, выяснили представители Общественного совета при МВД по Республике Адге. Подробно о нововведениях Светлане Дорошенко и Александру Кирееву рассказал начальник МРЭО номер один ГИБДД МВД по Республике Адге подполковник полиции Али Мамхегов. По его словам, главными отличиями при сдаче теоретического экзамена стало введение дополнительных вопросов при допущении ошибки, а также два новых практических упражнения, которые курсантам автошкол предстоит сдать на автодроме. Человек раньше допустил две ошибки, оценка сдал, поехал сдавать практику. Сейчас, если человек допускает две ошибки, то он отвечает не на 20 вопросов, а на 30 вопросов. Причем в дополнительных вопросах уже ошибки не допускаются. Своими впечатлениями с общественниками поделились и сами будущие водители. По их мнению, процедура сдачи значительно усложнилась, но все эти меры позволят обеспечить качественную подготовку молодых автомобилистов. После теоретического экзамена участники мероприятия отправились на специальный полигон. Здесь курсантам предстояло продемонстрировать свои навыки при выполнении различных маневров. Общественники и госавтоинспекторы констатировали, что справились с этой задачей далеко не все курсанты автошкол. Однако уже в ближайшее время им будет вновь предоставлена возможность сдать экзамен. Подводя итоги, Александр Киреев, как автомобилист более чем с 50-летним водительским стажем, призвал будущих автовладельцев тщательно готовиться к сдаче экзаменов. Спиваемость по одному из признаков, что пришли 10 человек, и с них 2 человека сдали, это небольшой процент. А в целом, я хочу сказать, что эти требования, они на современном этапе необходимы. И, естественно, будут положительно влиять на безопасность дорожного движения. Продолжение следует...